Кроватка очень удобная. Спит спокойно, кстати. Спит спокойно. Только первую ночь, немножко там, когда утром привезли. А так спит довольно спокойно. В социальном приюте, где сейчас находится пятилетний Яша Зиборов, непривычно тихо. Все дети разъехались по оздоровительным лагерям. Компанию-новичку составляет лишь один мальчик. Ребята быстро нашли общий язык. Посторонних к Яше не пускают. После того, что он пережил за последний год, его стараются ограждать от стресса. Впрочем, говорят специалисты, что ни в медицинской, ни в серьезной психологической помощи их маленький постоялец не нуждается. Ребенок адаптированный, я понимаю, адаптированный к перемещениям, адаптированный в беседе, что ли. Он производит впечатление ребенка, развитого на свой возраст, и может быть даже немножко больше, потому как для своего возраста он умеет читать, выражать свои мысли. Словарный запас неплохой у него. Поэтому ребенок производит нормального, здорового ребенка. Единственное, что может быть, оказавшись в этой ситуации, несколько психологически дискомфортно. В России Яша был объявлен в федеральный розыск. Больше года назад малыш исчез вместе с матерью. 26-летняя Александра Зиброва на тот момент состояла в секте под названием «Вселенская любовь». Ее адепты, как правило, женщины проповедовали свободные отношения, снимали с фильмов для взрослых и приносили своему духовному учителю Сергею Кириенко неплохой доход. Он был задержан два дня назад в Болгарии по подозрению в похищении ребенка. Девушек в рамках этой секты, по сути, заставляют заниматься съемками в порно, различными танцами, участием в шоу для взрослых и проституции тоже. Потому что, на самом деле, ведь этот вот Митродев, он же не за бесплатных обучает вот этим якобы секретом духовного роста, а он требует за это достаточно высокую плату. Поймите, идея, она может быть от самых простых, меркантильных, от того, чтобы там разбогатеть, вот, здоровье там часто, просто здоровье поправить, а часто это спасение мира. Я не знаю точно этой организации, как она действует, но я знаю по детям любви, которая была, она начала работу свою где-то 70 тысячи годы подобного рода. Я собрала красивых молодых девушек и так далее, которые занимались проституцией, но пропагандировала идею христианскую. Я настолько вас люблю, что я готова отдать свою душу и тело. Таким образом, и вовлекались, и таким образом это служили. На 20 мая 2017 года меня зовут Зибров Яков Ломанович. Эти кадры появились в сети в конце мая. Родные мальчика, считавшие его погибшим, обрели надежду. А накануне Александра Зиброва разместила еще одно видео, в котором призналась, что мать из нее неважная, а сам мальчик хотел бы жить с бабушкой. Ребенок больше хочет жить с ними, потому что родители избаловали его видеоиграми, из-за которых он стал нервным. За помощью в поисках ребенка российские следователи обратились к белорусским коллегам. По неподтвержденным данным, Якова хотели переправить в Латинскую Америку, где сейчас предположительно и находится его мать. Мальчика нашли в машине, остановленной для проверки на трассе Минск-Могилев. Отрабатывались все возможные версии, в том числе такие, как похищение, убийство, насилие над ребенком или вовлечение его в какую-либо секту. Проверялись лица, причастные к его исчезновению, а также места возможного нахождения пропавшего ребенка. 7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории Могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации. Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства исчезновения и жизни маленького Яши за последний год, а также дать правовую оценку действиям взрослых, которые это время знали, где он. Яков мог быть не единственным несовершеннолетним, вовлеченным в секту. По возвращению домой мальчик, вероятнее всего, будет жить с бабушкой и дедушкой. Елена Кукшинская, Алена Братенкова, Владимир Недобоев. Наши новости Могилевской области.